И, в общем-то, их можно прокомментировать только одним каким-то словом, типа, и давайте мы начнём в порядке такого вроде как и какие-то прочие вот эти вещи происходят у них. Админы крутые, всё круто, всё нормально. Следующие новости. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Друзья, не судите, пожалуйста, строго. У меня это, знаете ли, в первый раз, вот я когда, я даже волнуюсь, я даже вот, знаете, не могу подобрать какие-то слова. Вот когда вот ты первый раз, ты думаешь, господи, вот оно вот должно быть каким-то особенным, вот каким-то прям запоминающимся тебе, а ты по итогу, ну, делаешь какую-то, ну, допускаешь какие-то ошибки, терпишь фиаско, там, какие-то прочие вещи у тебя происходят. И ты такой типа, блин, вот нужно было сделать по-другому. И постоянно вот так вот думаешь, делаешь что-то новое. Но это не совсем новое, потому что люди, которые давно следят за моим каналом, могут знать, что у меня были выпуски Самп Ньюз, с которых я обсуждал некоторые новости из мобильного, зачастую GTA Сампа, ну, из каких-то прочих вот этих вот всех проектов. Тогда те видеоролики набирали, там, знаете, по 100 просмотров, может быть, 150, может быть, 200. Сейчас, в общем-то, ничего не поменялось. Но вот я хочу сделать нечто особенное, нечто новое. То есть, как было обычно. Обычно я брал какую-то, знаете ли, одну новость и обсуждал ее на протяжении 5, 6, 7, может быть, 8, может быть, даже 10 минут. И, знаете, вот все это не обходилось без того, чтобы я полил воду, сделал нечто прочее. И вот из-за этого, из-за того, что я там, знаете, беру одну новость, а новостей-то выходит много, то я вот не успеваю что-то обсудить. Но дело в том, что, вот, допустим, одна новость, она идет на 8, там, на 9, на 10, на 5, может быть, минут. А вот оставшиеся новости, их, знаете, просто прочитал и такой, типа, ну, окей. И вот в данном случае будут вот такие, вот, знаете, несколько новостей. Вот несколько вот таких, вот, знаете, каких-то событий, которые произошли. И, в общем-то, их можно прокомментировать только одним каким-то словом, типа, ну, окей. Или, типа, ну, я доволен, вроде того, все у меня вроде как нормально. И у них, наверное, тоже все нормально. И это мой первый раз, поэтому, если вам все это понравится, ставьте лайк. Потом, если не понравится, уберете. Давайте наберем тут 50, 60, 70, 80, 100 лайков. Или 250 дизлайков, 485 комментариев. Всего прочего мы, в общем-то, тут давайте сделаем. И чтобы я понял, что нужно все это продолжать делать и так далее. Сегодня у нас, знаете, такие новости, которые уже давно были. То есть, они, там, знаете, с 20 сентября, может быть, с 19, может быть, вроде того. И давайте мы начнем в порядке такого возрастания, в хронологическом порядке, во всех прочих порядках. И все это сделаем. И первое из двух новостей у нас, у кого у нас-то, если у меня, только, блядь, у меня в списке. Это новая заправка на КРМП проекте Brilliant Roleplay. И написано, оцените ее от 1 до 10. Давайте я не буду что-то новое придумывать, что-то комментировать, делать какие-то прочие вещи. Я просто скажу, что Brilliant RP я уже знаю давно. То, что они там уже давно что-то делают. То, что у них там давно что-то происходит. И, в общем-то, вроде как и какие-то прочие вот эти вещи происходят у них. И вот, вроде того, все это делается. Так вот, давайте оценим вот эту вот всю заправку от 1 до 10. Ну, что я могу сказать? Сразу видно Газпром. И это сразу понятно, что украдено из реальной жизни. Поэтому лично я за воровство. Ну, типа, мне все нравится. Админы крутые. Все круто. Все нормально. Проект еще не открыт. Но это проект от Diamond Roleplay. Поэтому, наверное, будет нормально. Поэтому, что могу сказать? Ставлю тут. Мне все как бы нравится. Ставлю 3 из 10. И давайте перейдем непосредственно уже к следующей новости. А следующая новость. Это у нас, знаете-таки, два скриншота. Вернее, даже один, наверное, я сделаю. С Everest Roleplay. С открытого бет-тестирования. Вроде как, недавно они ко мне обращались с рекламой. С какими-то отдельными роликами. Со всеми прочими вещами. Ну, я отдельные ролики не делаю. Знаете, могу только прерол какой-нибудь сделать. Проводить интеграцию, продукт-плейсмент, прочие вещи. Пишите мне ВКонтакте. Я отвечу. Вот по поводу рекламы. По поводу всех прочих вещей. Вот. Дело в том, что прошло 40 минут после запуска открытого бета-теста на Everest Roleplay. Онлайн проекта составляет в среднем 60 человек. И тут у нас приложен некоторый скриншот со всего этого действия. То, что действительно 60 человек. Это как бы кроссплатформенный такой проект. Будет и на телефон, как я понял. И на компьютер. И вроде как на все прочие вещи он будет. И вроде того. Разумеется, я на нем не играл. Я не заходил. Но вот вы. Если кто-то из вас в комментариях. Вот. Или в просмотрах данного видеоролика. Заходил на данный проект. На открытое бета-тестирование. На ОБТ. То, разумеется, вы обо всем этом можете рассказать. И сделать некоторые прочие вещи. Поэтому. Ну. Вроде того. А на этом я думаю, что можно уже закончить. Первый выпуск экспресс. Новостей из мира. GTA Samp. Live Mobile. Samp Android. Всех прочих вещей. Потому что. Ну а что я тут еще могу. Я могу полить воды. Я могу рассказать, как у меня дела. Что я сегодня ел. Но важно ли это? Это не важно абсолютно. Потому что мы с вами должны смотреть ролики без воды. Абсолютно. И чтобы вы поняли. Насколько все это замечательно. Я скажу вам только одно. Я играл на проекте Arizona. Ролеплей Феникс. IP. А также мой никнейм Данте Коннор. Находится в описании. Там же в описании. Мой промокод. NoToxic54. И там же в описании. Ссылка на мой телеграм-канал. Заходите. Подписывайтесь. И я с вами даже прощаться не буду. Субтитры сделал DimaTorzok